Дух захватывают при виде огромных самолетов. Сложно поверить, что железная птица способна оторваться от земли. Но для летчиков дальней авиации, возможно, и не такое. Дягилевский аэродром ожил с раннего утра. Профессиональный праздник – День авиации сотрудники встречают на посту. На небоевом, а учебном. На базе аэропорта находится Центр боевого применения и переучивания летного состава. Задач у него две – повышать квалификацию кадров и осваивать технические новинки, которые каждый год изобретают военные инженеры. Если мы смотрим и внешне видим одни и те же самолеты, это не говорит, что мы не обновляемся, не модернизируемся. От тех самолетов, которые выпускались в этом облике в 70-е и 80-е годы, остался только фюзеляж. Начинка полностью обновлена, более совершенно переведена, скажем так, молодежным языком на цифру. Современное оснащение требует от пилотов максимальной самоотдачи, ведь переучиваться приходится в год по несколько раз. Для повышения мастерства сюда приезжают пилоты и штурманы со всей страны. На сегодняшний день подготовку прошли уже более 60 тысяч специалистов, в том числе и из других государств. Дмитрий Панькин приехал из Калужской области. За штурвалом самолета он уже 7 лет. Свою карьеру начал еще в школе, поступив в класс с летным уклоном. Сейчас он помощник пилота, но жажда знаний и развития подталкивает на новые подвиги. Да, я со строевой части «Шайковка» был выписан из списка в части и попал в Рязань для дальнейшего переучивания на командира корабля. А потом куда родина скажем? Переподготовка займет 2-3 месяца. Чтобы уверенно чувствовать себя в седле железного коня, он пройдет тренировки на специальных тренажерах. Задания включают в себя полный список дел, которые придется выполнить в кабине реального самолета. Начинают с самого простого. Необходимо выехать на взлетную полосу, подняться в воздух, сделать круг и приземлиться. Самым сложным традиционно является отработка внештатных ситуаций. В состав экипажа входят 4 человека. Это старший пилот и его помощник. Они непосредственно управляют самолетом. А также два штурмана, которые наводят на цель и сбрасывают ракеты. На каждое задание штурманы берут с собой планшет, карту и измерительные приборы. Ведь точно здесь требуется ювелирная. Возможные боевые задачи тоже отрабатываются на мирных тренажерах. При этом тренировки проходят в условиях реальной городской местности. На данном типе тренажеров представлена приближенная визуализация Рязанской местности, Рязанской области. А летчики тренируются, уже представляя, что будет их ждать в реале. Благодаря такой подготовке, первый раз сев в кресло пилота или штурмана, летчик не испугается. Полученные навыки и знакомая местность помогут быстро привыкнуть к новому статусу и новым обязанностям. А вот неподготовленному человеку даже находиться рядом с самолетом неуютно. Закладывает уши, практически ничего не слышит. Сложно поверить, что происходит в кабине самолета. На самом деле в кабине тише, чем снаружи. От громкого звука спасает звукоизоляция на стенах. Тем не менее, разговаривать все равно тяжело. Поэтому члены экипажа пользуются радиосвязью. Это позволяет быстро ориентироваться и советоваться, работая как точный механизм. А также слушать оперативные поправки диспетчера. Ведь боевые задания у летчиков дальней авиации могут быть самыми разными. Дальняя авиация выполняет задачи и на территории Сирии. Поэтому подготовка летного состава этому вопросу сейчас уделяется особое внимание. Для того, чтобы эффективность работы дальней авиации была высока, необходимо ее тщательно и технику, и летчиков готовить. Небо всегда притягивало молодых людей. Сильные и отважные они совершают подвиги, не задумываясь о собственной жизни. И все ради того, чтобы каждый из нас чувствовал себя в безопасности. Перед ней хотелось бы поздравить всех ветеранов дальней авиации, всех командующих, которые ныне здравствуют дальней авиации. Ну и, конечно, всех своих боевых товарищей, членов семей с наступающим праздником крепкого здоровья, успехов и, самое главное, безопасной летной работы.